Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Я Абик Келкин, Александр Шунин. Мы продолжаем Утро на Болткоме. Сейчас медиаэксперт Гунта Лидыка к нам присоединяется посредством Зума. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Недавно состоялась интересная дискуссия. Не так часто в экспертном сообществе обсуждается очень важная тема развития местных СМИ на русском языке или русскоязычных. Были эксперты. Ваши ощущения, есть ли вообще у государства, у власти понимание важности и необходимости развития местных СМИ, в том числе и на русском языке, с учетом того, что почти для 40% населения русский язык является языком семьи, так скажем. Я думаю, что у кого-то есть понимание того, что происходит на самом деле в медиа пространстве Латвии. Но проблема в том, что вопросы, связанные с русскоязычными медиами, они очень политизированы. И поэтому очень сложно, сложно прагматично решать вопросы, которые связаны с коммуникацией с русскоязычной аудиторией в Латвии. Поэтому, ну, конечно, мы пытаемся объяснить, почему это важно. Потому что многие исследования, о которых мы уже многократно говорили, показывают то, что коммуникации с русскоязычной аудиторией на родном языке необходимы. Вопрос только в том, насколько это интересно политикам, потому что это вопрос в том числе и политический, поскольку бюджеты на те или иные вещи выделяет парламент. Мы это прекрасно знаем, у нас есть медиафонды, и эти вопросы, конечно, решаются таким образом. Поэтому объяснять необходимо, по-моему, каждый день. Но особенно острый вопрос начал стоять после того, когда мы столкнулись с вопросами, как говорится аудитория по вопросу ковида. И это показалось, что у нас нет коммуникационных каналов, в которых мы можем объяснить, как тем или другим людям себя повести в условиях кризисных. И вот здесь мы, конечно, поняли, что, я думаю, что в основном и политики поняли, что коммуникация необходима. Но здесь, по-моему, есть одна очень большая проблема, что часть аудитории уже не доверяет ни общественным СМИ, не доверяет латышским медиам. И поэтому очень трудно с русскоязычной аудиторией по сложным вопросам в кризисе говорить. Но, тем не менее, за последние годы рейтинги того же самого ЛТВ-7 русской службы только выросли за пять лет последних. И в этой связи как вы оцениваете их переход с сентября полностью в цифру, уход из телевизионного вещания? Как я оцениваю? Во-первых, если смотреть на рейтинги, то нужно посмотреть цифры динамики, кто смотрит. Это русскоязычная аудитория или в том числе и латышкоязычная аудитория. Мы знаем, что часть аудитории, которая смотрит ЛТВ-7, это латыши. И поэтому я думаю, что аудитория не настолько велика, русскоязычная в ЛТВ-7. Но если смотреть по уходу из латейского телевидения, я считаю, что пока нет сильного коммуникационного канала у общественного СМИ, который может говорить с русскоязычной аудиторией, то это, я думаю, неправильно. Сперва надо все-таки решить вопрос, как же мы будем разговаривать, иначе общественные СМИ никак не сможет общаться с русскоязычными. Но есть, конечно, одна хорошая вещь, мы знаем, что есть сильный портал ЛСМ, который может как-то коммуницировать. Но я полагаю, что, конечно, этот вопрос не решается системно, не решается профессионально, в основном он решается политически. Скажите, есть два вопроса. Во-первых, по поводу аудитории такая ремарка. Я следил за вот этой дискуссией, упоминанием которой мой коллега начал нашу беседу. Это в прошлый четверг состоялось, латвийский медиаконтент на русском языке, Ковадис, так называлось. И в том числе представитель ТНС, то есть предприятие, которое измеряет рейтинги, показывал цифры аудитории закрытых российских телевизионных каналов. И там было хорошо понятно, что ровно треть аудитории составляла как раз латышская публика. Другие, так, другие каналы, которых мы уже не видим. Да, я считаю, это большая проблема, потому что после закрытия 16 российских каналов, конечно, поведение аудитории, мы следили очень сильно, как будет меняться поведение аудитории. Одна часть аудитории, конечно, осталась в тех каналах, которые, ну, вещает и измеряется, но одна часть аудитории ушла, так называемая часть аудитории, которая смотрит что-то другое, что мы не видим. И здесь, конечно, это одна треть, это большая цифра. И 17% населения, 17% аудитории, конечно, вообще смотрят российские каналы, YouTube и других технических решений, и продолжают это делать. Так что я думаю, что проблему с закрытием российских каналов, ну, что смотрят или не смотрят российские каналы, мы, ну, решили очень слабо. Скажем так, потому что какая-то часть аудитории, которая поленилась, они остались там, где они остались, но другие пошли за каналами и ищут их в других технических решениях. И поэтому эту часть аудитории мы вообще уже не видим, мы не можем ее измерить. И я думаю, что это тоже, ну, если смотреть вот с точки зрения той дискуссии, в которой мы участвовали, вопросы, ну, скажем, какой-то безопасности, информационной безопасности страны, то, конечно, это очень плохо. И поэтому очень важно, ну, мы, конечно, можем там обсуждать вопросы, кто смотрит, кто не смотрит российские каналы, но самый главный вопрос, по-моему, какой контент мы будем сами создавать в Латвии для русскоязычной аудитории, как они будут этот контент воспринимать, потому что есть еще и одна проблема, что у меня тоже на многих дискуссиях, о которых мы говорили по этому поводу, русскоязычные журналисты говорили, что есть большое различие между тем, как тот или иной контент воспринимает латышская аудитория, и как воспринимает русскоязычная аудитория. Поэтому это сильно отличается, и это мы должны иметь в виду, когда мы, ну, разговариваем, мы коммуницируем, есть повестки дня, которые отличаются у латышской и русской аудитории. Поэтому мы должны за этим следить и думать, как же нам вместе друг с другом разговаривать. Поэтому это очень важный вопрос. По поводу той дискуссии, еще на что я обратил внимание, тоже касаемо рейтингов, самые популярные, самые просматриваемые в начале года программы. Там не было упомянуты ни Соловьев, ни прочие такие вот исключительно кремлевские, если можно так выразиться, телевизионные персонажи. Да, это были хоккейные матчи, причем с участием латвийской сборной. Это был какой-то новый концерт Максима Галкина. То есть фильмы и сериалы. То есть исключительно такой развлекательный контент. И в этой связи один из участников беседы, председатель правления Делфи Константин Пузиков предположил, что, возможно, и не нужно было отключать все телеканалы. А если были претензии именно к информационной составляющей, то поменять их на контролируемые и, возможно, за счет государства создаваемые новостные программы на русском языке местные. Хороший эксперимент, хороший относительно в этой связи был, когда тот же самый ПБК был вынужден закрыть свою русскую службу и какое-то время показывал новости ЛТВ-7. ЛТВ-7, новости ЛТВ-7. Ну, как показывает, конечно, все исследования тоже. И та же самая Рита Рудуша, которая участвовала в этом эксперименте с латвийскими всем новостями, она говорит, что, конечно, это не самое правильное решение, потому что тоже вот мы знаем, что аудитория ЛТВ-7, то, что я уже вначале говорила, отличается от аудитории Первого Балтийского канала. Но здесь вопрос в том, что нужно создавать такой новостной контент, которому доверяет аудитория. Это самый главный вопрос, потому что мы не можем искусственно... Вопрос доверия, конечно, я думаю, что в этом плане самый-самый главный, потому что, если вы слышали, то было предложение вообще создавать контент для русскоязычной аудитории на латышском языке, потому что русские знают латышский язык, как говорили. Но то, что создается на латышском языке, оно в основном не работает на русской аудитории, потому что там нет повестки на русскоязычной аудитории. Поэтому очень-очень важно следить, что думает, о чем волнуется та или другая аудитория, чтобы создавать контент для них. Я думаю, что основная проблема, что у нас нет этого профессионального подхода к изучению аудитории, чтобы создавать продукты для них, как раз вот для зрителей того, что они бы хотели смотреть, и что их интересовало. Ты прекрасно знаешь, что есть такая прекрасная газета, которая называется «МК Латвия», которая является самой популярной газетой в Латвии, в том числе между латышских изданий. И она, ну, в основном ты прекрасно знаете, что это там в основном советы, как жить в этой жизни. Поэтому очень важно... Да, там даже не политика. Да, там есть политики вообще. Исключительно бытовые вопросы, да. Да, поэтому я думаю, что теми отличаются, что латышская аудитория смотрит свои какие-то политические повестки дня. Русскоязычная аудитория интересует вообще, как жить в этой стране, ну, как платить налоги. Там есть какие-то различия, потому что, ну, надо это иметь в виду, потому что мы, конечно, друг от друга отличаемся. Не только, вот, скажем, по... Языку, да. Не только по языковым принципам и отличаемся и образованием. Ну, мне не нужно вам объяснить, что есть очень многие параметры, по которым аудитория отличается. И поэтому для каждой аудитории создается что-то такое, и что им интересно и необходимо и нужно. Да, вот в завершении. Но вот с самого начала вы сказали по поводу того, что политизирована вообще дискуссия, вот все связано с русскоязычными СМИ. Но, может быть, еще и есть такой определенный стереотип у многих, который говорит о том, ну, вы понимаете, они же все равно не лояльны. Ну, сделаем там канал, да, условно говоря, на русском языке. Они все равно... Как раз-то в этой дискуссии прозвучало, что мы создаем информацию для маргиналов и непонятно чего. И это меня немножко смутило, конечно, в этой дискуссии, потому что, да, стереотипов много, я полагаю, потому что вы сами участвовали в том числе и в создании в свое время и работали на канале ТВ-5. Мы прекрасно знаем, какова была повестка канала ТВ-5. Да, поэтому я полагаю, что это... Это тоже, я считаю, что это является политическим заявлением, это не является профессиональным каким-то анализом тех или других аудиторий. И я думаю, что это и продолжается. Это очень хорошо сказало, насколько это политизировано, потому что люди из министерств так и считают. Но если посмотреть по изучению аудитории, то выглядит совсем по-другому, потому что русскоязычная аудитория хочет праздновать те же самые исследования Кантера, показывать, что хотят праздновать те же праздники, которые празднуют латыши, участвовать и поддерживать те же самые спортивные мероприятия, которые латыши. Так что просто надо заниматься профессиональными исследованиями аудитории и держаться, в принципе, связанных с профессиональными какими-то критериями, а не политическими какими-то заявлениями о том, ну, мы предполагаем, что русские такие или такие. Нет, это неправильно. И так, ну... Поэтому у нас так сложно этот вопрос решать, поэтому и у нас столько много дискуссий. Я полагаю, пока не будет такой очень открытой дискуссии на политическом уровне, как же нам общаться на самом деле, чтобы не наступила кризисная ситуация, что русскоязычная аудитория не знает, но что на самом деле происходит. То, конечно, мы не приблизимся к какому-то хорошему результату. Ну что ж, спасибо большое. Зато мы приблизили к завершению нашего эфира Гунта Лидыка. У нас была на прямой связи медиаэксперты. Да, большое спасибо. Мы говорили о недавней дискуссии, которая была вот по поводу вообще русских СМИ Латвии. Да, эта дискуссия была очень интересной. С любопытством я ее посмотрел. Все два часа сделали определенные выводы. И часть мы обсудили, сколько успели в этом эфире. Конечно же, эти разговоры, дискуссии и поддержку СМИ, в том числе на русском языке, в Латвии необходимо продолжать. Спасибо, кстати, вам, уважаемые слушатели, за поддержку. Напомню, недавно, в пятницу, в предыдущую радио «Болтком» исполнилось 14 лет. Спасибо, что с нами. И оставайтесь с нами. Мы с Абиком с вами прощаемся. Программа же продолжается. Новости на портале «Микс Ньюс», конечно же, появится через несколько часов. Я имею в виду текстовые версии наших бесед с утренними гостями. Понедельник продолжается, жизнь продолжается. Погода немножко успокоилась. Передых на несколько дней. В общем, удачи, успеха и будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова